Окей, ну хорошо, я тогда напишу просто в общую группу, потому что это утро тоже касается, я еще утром не писала. Итак, мы с вами продолжаем говорить про носовые звуки. И мы с вами в прошлый раз вообще вспомнили, что нам дает носовой звук. Мы поговорили, что носовой звук у нас с вами это прежде всего какая-то гласная, а потом M или N. И после этой M или N не должно стоять либо ничего, либо должно стоять согласное. Как только появляется гласная, исчезает носовой звук. Это вы помните. Отлично. Мы с вами читали в прошлый раз долго и упорно все, что касалось на O, от глубокого O у нас шел U. И сегодня мы с вами посмотрим, какие у нас остались еще три звуки. Я еще раз оговорюсь, что считается официально, что носовых звуков четыре. В современной французской методике преподавания начали говорить, что их три. Я вам сегодня скажу, какие два соединяются. Я буду сейчас требовать, чтобы вы говорили отдельно. Но если вы в жизни начнете их соединять, это нормально. Это опять-таки зависит очень от регионов. В каких-то регионах это прямо очень четко слышно. На юге, например, это очень хорошо слышно. На севере, ну в смысле, в Париже начинают они смешиваться. Вот, поэтому... Но это ни в коем случае не будет неправильным акцентом, если вы будете говорить, как вот оно принято, четыре разных звука. Наш второй с вами звук сегодня это звук O. Вот этот звук, который вам кажется очень простым, вот от A, от глубокого A, у вас идет этот O. Почему именно от глубокого A? Этот O, он практически такой же, как и O. Когда вы слышите La France, вот оно практически La France, но оно La France. То есть они очень близки. Эти два звука прямо вот реально на грани. Иногда не совсем даже их отличишь на слух. Но разница, конечно, есть. И это ни в коем случае не France. Вот, а это именно France. Глубокий, глубокий... Как в слове Москва, я всегда вот так признешь. Москва, Москва, ну, нет, Москва, она такая все равно A. А это A. Вот именно поэтому. Да, да, да. Да, вот оно France. Оно вот там внутри. Нам его дает с вами A-N, A-N, логично. И сюда же E-N, E-M. Вот это, кстати, тяжело запомнить. Когда текст читали, у кого-то там проскочил неправильный E-N, я уже не стала поправить, думаю, но сегодня все равно объясню. Со словом, с этим E-N, E-M очень легко запомнить слово ensemble. Ensemble, почему легко его запомнить? Потому что по-русски ensemble. И вот вам подсказочка, что там должно быть A, а не E или еще что-то иначе, да, что-то другое. Значит, A-M, A-N и все вместе дает нам этот звук en, глубокий en. И давайте сразу тренироваться. Так, сейчас я открою эту страницу. Окей, нашли эту страницу, у меня 14-я. Да. Итак. Clion, empire, trente, français, dentelle, diamant. Вот особенно в конце он, да, он прямо diamant. Внимание, он должен быть очень-очень глубокий. Петр, начинайте. Clion, empire, trente, français, dentelle, diamant. Diamant. Окей, хорошо. Инна. Clion, empire, trente, français, dentelle, diamant. А, у меня леса нету, да? Я смотрю, что-то у меня костерон не хватает. Окей, хорошо. Наталья. Clion, empire, trente, français, dentelle, diamant. Еще глубже. Dontelle. Да, 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 да. Хорошо. Анна? Clion, empire, trente, français, dentelle, diamant. Хорошо, хороший он, мне нравится. Татьяна? Ой, я вас практически не слышу. Прямо очень плохо слышу. Как бы звук нет. Я догадываюсь по губам, я слышу, звук идет, но очень его как будто нету. Нет наушников, нет? Сейчас я буду на телефон. Окей, хорошо. Ален, давайте вот это. Clion, empire, trente, français, dentelle, diamant. Diamant. Окей. Diamant. Хорошо, 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 хороший он. Так. Татьяна, вы тут? А, нет. Приключается. Да, то есть вот этот он прямо еще даже можете углублять. Чем вы его ближе к о скажете, тем оно будет красивее и правильнее. Давайте пока вторую строчку. Аргент, temps, devant, assemblé, банк и вино. На банк, не забудем про «к». Далее, как это будет «к». Банк и вино. Ана? Аргент, temps, devant, assemble. Банк и вино. Алена? Аргент, temps, devant, assemblé, банк и вино. Эвион, хорошо, эвион, еще глубже, эвион. Эвион, эвион. Ага, хорошо, хорошо. Федор? Аргент, temps, devant. У вас вот эти прямо «дё» периодически вылезают. Ну, вы понимаете, когда что она твердая, да? То есть это просто еще не устоялось. Или еще раз пояснить, когда она твердая, когда нет? Лучше пояснить. Лучше пояснить. Давайте, лучше еще раз сюда остановиться. Так, смотрите. Только гласные «ю» и «и», да, только «ю» и «и» дают нам звук «дё». Сейчас, «ю», да блин. А, какие смайлики, что мне показывают? «ю» и «и». О, сейчас, я почему-то какие-то включили смайлики дурацкие. А, вот. «ю» и «и», только они дают нам «дю» и «ди». Когда вы говорите, например, «ди-ксионер», да, у вас там «ди-ксионер». «ди-ксионер». Когда вы говорите, например, там, форма глагола «devoir», да, «du», «j'ai dû» «faire quelque chose». «Да, du», или там артикль наш, да, «du», когда вы говорите. Вот он тоже, пожалуйста, «du». У «devoir» крышку я не написала. Вот это «ди-ксионер» и «du». Все остальное, если вот, кто у нас там был, какое сочетание? Да, «de», «von», «de», оно всегда твердое. Потому что вы мне говорите как «devant», «de» уже быть не может. То есть «de» может быть только перед «ю» и перед «и». А «devant» уже все время твердое. Да, все эти «de», «da», «do», «de», вот самые сложные всякие «de» сказать. Вот они только-только твердые. Окей? Окей, хорошо. Хорошо. Татьяна, вы тут? Да, сейчас слышно. Давайте первую колонку и вторую. «Cliant», «Empire», «trente», «françain», «dantel», «diamon». Диамон, окей, «diamon». Хорошо, и вторую колоночку? «Argent», «argent», тоже вот оно, «angлубже». «Tant», 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 «devant», «devant», «assemblée», «banque», «banque», «evion». «Evion», хорошо. Так, третью колоночку читаем. «Ай, а я меня забыла». Ой, пардон, Наталья, пардон. «Argent», «tant», «devant», «ensemble», «banque», «evion». «Evion», хорошо, отлично. Так, ну и давайте третью. «Gallon», помню про мягкое «ga», да, чтобы оно не было «galon», оно было «galon». «Guellon», сейчас Инне не понравится слово «guellon», я уже думала. чувствую. Мне как раз здесь goé, по-моему, нормально, это такое не самое сложное сочетание. Кстати, слово lentement, я про него чуть-чуть скажу отдельно. Смотрите, вообще носовые наши звуки, мы их можем причислить к гласным. Если мы воспримем это как гласное, потом согласное, потом согласное, потом опять гласное, поэтому слово lentement часто произносится без e, говорят lentement. Я также часто слышу и lentement. Чаще, конечно, выкидывают, но lentement тоже говорить можно, как вам удобнее. У меня больше, конечно, на слуху lentement. Я просто вам объяснила, почему воспринимаете носовой звук как гласный. Получается, три раза будет носовых в этом слове? Нет, почему два? Те выкидывается просто. Да, просто там m же тоже, и как бы по правилу тоже. Нет, а по правилу не пойдет, потому что после m у вас гласные. А, потому что гласные, да-да-да, все поняла. Окей, хорошо. Инна, начинайте. Инна. Ah... Э, ensemble, galon, 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 galon. Lantement. lantement. Ну, да, прекрасная ласточка. Ой, признесла. Lantement. Окей, Анна. Ещё глубже. Ensemble. В другой деле, да. Галант, гуэлант, лаванд, ган, лентемон. Лентемон, хорошо, Пётр? Ensemble, галант, гуэлант, лаванд, ган, лентемон. Хорошо, хорошо. Наталья? Ensemble, галант, гуэлант, лаванд, ган. Ещё глубже ган. Ган, лентемон. Хорошо, да. А у меня вопрос. Помните, на первом уроке говорили, что после г, когда а, о, у, г идёт мягче. Да, г идёт мягче. А вот почему ган? Не скажете просто так. Да, это очень хороший вопрос, Наталья. Действительно, логичный, но проблема в том, что сказать гиаон, о, а потом уйти на он невозможно. Гён. Гён. Оно гон. Оно всё-таки гон. Оно скорее... Вот в слове, например, гиа лон, да, всё удобно, всё красиво. Гиа лон, гя мягкое, да. Гя у нас действительно всегда мягкое. А вот гон, оно уже даже физически его не произносёт, чтобы было красиво. Поэтому воспринимите, что гиа должно быть мягкое в сочетании именно гя. Да, гиа лон, но при этом гон. Алена. Гиа лон. Гиа лон. Ла ванде. Гон. Лан тьмон. Лан тьмон. Хорошо, мне нравится ваше «он». Татьяна. А, а, я слышу «н». Я услышу слышать «н». Ensemble. 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 Га лон. Гя, мягче гя. Гя лон. Гя лон. Гай лон. Гя не еду только. Гоэ лон. Гоэ лон. Лавад. Гон. Ла тьмон. Ла тьмон. Ла тьмон. Ещё раз «гон». Гон. Да, хорошо. Хорошо. А дальше начинается самое интересное. Носовой звук, вот этот вот, который якобы у меня так интересно записан через «ю» с шестучкой. Что я имею в виду здесь? Есть несколько вариантов объяснения этого звука. Два официальных и один от меня. Значит, официальный вариант, что этот носовой звук «эн» идет от «э». Вы говорите «э», такое открытое достаточно «э», и от этого «э» вы говорите «эн». Еще один вариант. Это сказать от «ю». От «ю» я не могу, я не понимаю, как так можно говорить. Вот я помню, что у нас учили, что можно еще и от «ю». По идее, должно получиться то же самое, но вот у меня не получается. Вот якобы от «ю» и тоже «э». Я говорю от «я» в слове «мяса». Я думаю, что это самый хороший вариант, потому что я действительно за то, чтобы... Мне помогает «э», мне очень помогало «э», я начинала от «э», а сейчас я начинаю обращать внимание, что даже французов, он звучит как такое «а», такое вот капризное московское «а», как я это называю, такое вот «э». И у вас губы такие получаются, такие «э». Вот немножко такая утка получается, вот. И получается это звук «э». Но я думаю, что вот ориентируйтесь лучше на «э», почему бы и не на «э», на «я», как мясо «э». Ну, кстати, да. Ну вот получается капризное такое немножко такое «э». Да? Дает мне моего «ю», «эн», «ю», «эма». Ну и сразу смотрим. Значит, здесь стоит сказать следующее. Вот мы с вами уже два посмотрели звука, которые были глубокие, которые были вот именно «он» и «он». Они бы у вас рождались в горле. Вы прямо это чувствуете, если даже поставите, ну, руку на горло, да, и вы пощупаете, что «он» и «он», они вот там. А вот эти «э», и следующий там будет еще «э», они у вас в зубах, они у вас на передней части рта. Они ни в коем случае не глубоко, иначе они смешаются. То есть у вас получается два глубоких и два вот-вот-вот-вот, они вот здесь вот. У вас здесь прежде всего должен красиво работать рот, чтобы они были четкими. Итак, смотрим. «Парфум», «коман», «бран», «humble». Пётр, начинайте. «Парфум», «камю». «Коман», «коман», «бран», «humble», «ланди». Ну, кстати, ну, давайте, по-маленьким. А у вас не так, что ли, они поделены? Давайте еще и «коман» только мне произнесете. «Коман». «Коман». Да, потому что там, о, выскочило, помним, про «от открытый». Да, хорошо, «коман». Окей, Алена. «Парфум», «коман». Еще более, как бы, вперед вынесите. «Парфум». «Парфум», «коман», «бран», «humble». 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 Скажите мне «э», скажите «э». «Э». Вот, а то и скажите «humble». «Humble». Вот, вот, запомните. «Humble». А, а, ушла в горло, ушла на «коман». «Коман». А, а, еще, еще «э», говорите «э». 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 «Коман». «Коман». Вот, уже лучше. «Бран», «humble». «Это, Татьяна». «Парфум», «коман», «бран», «коман», «бран», «humble». «Хорошо», «хорошо», девочки, молодец, молодцы. «Так, Инна». «Я». «Парфум», «коман», «коман». «А-а», ушла на «ум». «Ушла на «ум». А мне нужно «э». «Держите «э». «А-а». «Коман». «Ман». «А-у-м-б-l». «А-у-м-б-ли». 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 «Да», «А-у-м-б-ли». «Да, он такой капризный, вот он такой znajduке эонбль». «Такие». «Я прям себя утко представляю в этот момент». «Да, вот это оно». «Красно, давайте второй столбик». ЛАНДИ, ОКН, ТРИБАН, а вот это дурацкое слово, ОМБРАН, ОМБРАН, окей, так, Анна, ЛАНДИ, вот на ЛЯ тоже уходить нельзя, на ЛАНДИ тоже нельзя, ЛАНДИ, все-таки, ЛАНДИ, ОКН, ТРИБАН, ОМБРАН, ОМБРАН, первый ОМ, глубокий, ОМБРАН, вот уже хорошо, так, Алёна, ЛАНДИ, еще раз, скажите, Говорите, О, ЛАНДИ, ОКН, ОКНО 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 ТРЕБОН ОКНО ОМБРАН Глубже ОМБРАН Татьяна ЛАНДИ ОКНО 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 ТРЕБОН ОКНО ОМБРАН 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 ОК, ИННА 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 ТРЕБОН ОМБРАН ОКНО ОМБРАН 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 ОК, хорошо ОМБРАН 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 окей так наталья ланди окан при бан он уже омбра омбра хорошо хорошо идем дальше третий дефон порта мескла опорта она дефон рампорт он мескла у порта опорта 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 татьяна дефон ушла на он дефон 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 нет скажите дефон 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 импорт он там на самом деле мескла 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 о портан опорта еще ищу премогатего вы вытешите период опорта опорта а вот сейчас хорошо и на дефон а он импорт он мескла 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 опорта на ушла футкая сначала первые два было хорошо а потом ушла на мескла мескла у вас там опорта опорта уточку сделать прям так вот хорошо и мескла мескла прям практически да а добейте вода мескла так вот а вот он а да вот вот мой вариант это я бы сказала что-то между так а ближе мескла опорта окей а далее дефон импорт он мескла опорта только рэта откуда друг опорта опорта хорошо а так ты хороший да алена дефон импорт он ушла на тон она импорт он импорт он импорт он не вот есть импорт он который важный да импорт он а это импорт он он борт он звучит также а порта опорта опорта прямо вот так и вот это что касается этого а а следующий звук вот его иногда с вот этим соединяет потому что следующий звук выглядит как а такой вот а на улыбке вы все время улыбаетесь и говорите а он как бы действительно очень близко к этому а а и а звучат очень похоже на слух как бы вы не артикулировали они действительно похожи то есть разница между там она она слышно а разница между разница между вот этим вот она не сильно не сильно видна поэтому вот я даже вспоминаем из себя стяну несколько раз на эту тему ругались я говорю он всего три носовых звук игре ну как же три ну да ну как бы 4 а как бы 3 у меня так и не ответил вопрос сколько я сколько французу сколько и мнений вот поэтому официально 4 сейчас становится типа как 3 но зависит от диалекта поэтому если вдруг сложно с этим а если вы замените его на а такого тоже ничего не случится но самое главное что он должен быть на улыбке и немножко тоже противно так вот вот как раз юг-запад франции это прямо бьян такого такого не было декан факультета который говорит бьян вот этот бьян он прям вот он прям тянула вода французская ну вот парижанин скажет просто да нам бьян а это тут у него бьян и они вот его тянуты прям вот-вот утрирует и так значит дает мне его прежде всего буковка и н и н но это скажем так обобщенное потому что у вас там может еще и y стоять н и грек м а вы же помните что игрек это две и да может стоять какая-то еще гласная к этому а и н слово как америке она может стоять да то же самое и н в основе все равно и н и вот сюда вот это очень важно сочетание и и н вот как раз как слове бьян вы мне скажете ну как же и н это же он вот он это он а и и это говорить его надо от и вы улыбаетесь говорите и и говорите потом его в нос как вот вас основа это и ну то есть там же еще и тоже читается нет а ну а ну да я я я иначе был бы да 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 он я на бьян рьян он я да вы правы он как я да там я добавляет конечно но и сразу тренируемся на примерах история и пангл англ и пангл и пангл и пангл и пангл и пангл убьем он еще улыбайтесь я Сделайте его более противным. Хорошо, мне нравится. Алена. Хорошо, Инна. Хорошо, хорошо, тоже не придерусь. Анна. Супер, тоже очень хорошо. Наталья. Ушла немножко на «он». Вот еще больше улыбки. Можно немножко, кстати говоря, открыть рот. И получится такое. Я как говорю, это поза моей собаки, которая открывает рот и улыбается. Вот это вот оно. Оно немножко на улыбке. На улыбке. И еще можно, если приоткрыть рот, прям вообще супер. Ин, си, на, принц. Вот супер. Татьяна. Не забывайте улыбаться. Потому что носовые звуки, если вы не будете артикулировать, они у вас все в один сольются. А их четыре. Ну, или три. Ну, хотя бы три-то различать надо по-любому. Поэтому, а различать только губами. Так, дальше идем. Я сразу обращу внимание, что в слове «интакт» «тэ» читается. Это скорее исключение. Но все время окончания «сэ», «тэ» вот такие всегда читаются «тэ». Хотя, по большому счету, я вам сразу сказала, что «тэ» в основном-то, конечно, ее нет. У слов «интэрэ» никакого «тэ» нет. Наталья. Кинзь. Диспангер. Ан-дис. Ан-пап. Презон. Сан-салей. Ан-дерэн. Хорошо. Сейчас это хорошо звучало. Петр. Кинзь. Улыбки больше кинзь. Кинзь. Диспангер. Ан-дис. Ан-такт. Еще больше. Вот на начало слова, кстати говоря, у вас очень много слов, которые начинаются с «эн». Еще больше улыбки. Ан-дис. 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 Ан-дакт. Презон. Сан-сталей. Ан-терэн. Еще раз. Сан-сталей. Сан-сталей. Да, окей. Ага, ага. Татьяна. Татьяна. Интерэн. Еще больше улыбки. Кинз. Кинз. Диспангер. Диспангер. Ан-дис. Ан-такт. Резин. 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 Сан-сталей. Интерэн. 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 Еще раз. Сан-сталей. Я, Энну, слышала. Сан-сталей. Сан-сталей. Хорошо. Ан-на? Кинз. Диспангер. Индис. Интакт. Резин. Сан-сталей. Интерэн. Хорошо. Хорошо. Инна? Кинз. Диспангер. Индис. Интакт. Резин. Сан-сталей. Интерэн. Хорошо. Вот это, смотрите. Видите, как ладко пошло. Так, так, так. Кого я забыла? Алло? Алло? Канз. Еще, улыбки, больше. Канз. Канз. Диспангер. Индис. Еще больше, улыбки. Индис. Индис. Интакт. Резин. Сан-сталей. Интерэн. А почему вдруг в условии ан-такт ты я услышала? Что это за привет немцам тоже? Интакт. Ты, обычно. Интакт. Да не, у вас ты, ты откуда пошло? Откуда пошло? Ты, это мягкое. Не было ее никогда. Интакт. 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 Не, не. Обычно русское кэ и ты. Прямо вот кэ. Интакт. Интакт. Скажите по-русски такт. Такт. Вот то же самое. Интакт. Интакт. Хорошо. Вот как будто такт мне слышится. Что-то это. Видимо, вечер воскресенья. Окей. Инна. А, нет, все. Я уже... Да-да-да. Вечер воскресенья. Итак, идем дальше. Третья колонка. Деда-ден. Ген. Анодин. Инпакт. Кузен. Фран. Ваксин. Кузен. Я прям попрошу вас здесь делать акцент на этом у, да, что оно должно быть еще и закрытое. То, на что в прошлый раз вы делали упражнение. Кузен. Так, Анна. Деда-ден. Ген. Анодин. Анпакт. Кузен. Фран. Ваксин. Ваксин. Петр. Деда-ден. Ген. Анодин. Анпакт. Кузен. Фран. Ваксин. Ваксин. Еще больше улыбки. Ваксин. Ваксин. Окей, хорошо. Инна. Инна, вот здесь. Кто, я опять? Да, да, да. А, да, теперь снова. Местами просто прерывается. Деда-ден. Ген. Анодин. Анпакт. Кузен. Фран. Ваксин. 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 Да, ушла бы куда-то в другую на ваксин. Ну, так хорошо. Хорошо. Татьяна. Татьяна. А меня не слышите, что ли? Вы меня всех хорошо, остальные слышите? Да. Окей, ладно. Татьяна, вы здесь? Ой, что-то, да, что-то не очень. Так, ну, пока Татьяна грузится. Наталья. Деда-дан, га-ануда-ан, ампакт. Только ампакт ты читаешь, да? Ампакт. Ампакт. Кузен. Фран. Ваксин. Хорошо, мне нравится ваша. А у меня вопрос, почему вакса читается кс, а не вассан? Отличный вопрос. Давайте разбираться. Буква сэ. Ой, помните правило, значит, что буква сэ перед согласной читается как к, как мы с вами слово ключ записывали, да, для клей? Вот она первая и стоит перед согласной, просто перед такой же, как она сама. Если после сэ стоит а, или согласная, то к, то есть если после сэ, значит са, а не перед. После, да-да-да, смотрите, после сэ у меня стоит, вот у меня две сэ, после первой сэ, после первой сэ стоит вторая сэ, правильно? Да. Вторая сэ это согласная, сэ перед согласной читается как к, как в слове клей. Ой, еще раз, там что-то тут пошевелился, но... Сэ перед согласной читается как к, как слове клей. Соответственно, вак первая будет читается как к. А, или согласная, а, вот, все. А вторая все правильно читается в сэ, да, потому что перед и, получаем вак, сэ. То есть не только са, со, сю, но и сс, получается кс, да? Нет, нет, правило а, о, ю согласная, а какая согласная? Вот такая же, не должно вас смущать. Так, 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 Петр, спросил вас уже? Да. Кого не спросила? Меня. Давайте. Дэддон, гэн, анодон, инфакт, кузан, трэн, ваксан. Ваксан. Да, Алёна, я знаю, почему у меня почему-то, у меня, значит, четыре больших квадратика, вот почему-то у меня все время одинаковые люди в этих больших, почему кто-то у меня попал изначально в большие, а вы меня попали в маленькие квадратики, я как Олесю забывала, они у меня вот в маленьких, я поэтому визуально просто, да, не обижайтесь на меня, это вот... Я сама у себя очень маленькая на экране. Да, вот как-то скайп, ну да, я себя вообще не вижу. Окей, так, хорошо, Татьяна, вы загрузились? Да, да, да. Давайте. Дэдон, гэн, 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 анодон, и импакт, кузан, хэн, вакан, 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 да, вторая сэка перед и как сэ. Хорошо, вот этот звук у всех, кстати говоря, встал. Значит, на что самое сложное? Самое сложное это глупокий ан, хотя вообще кажется, что там а и а, ничего, улыбаться особо не надо, а вот он сложный. Я вам напоминаю еще раз, от о у меня идет ан, от а у меня идет ан, от и у меня идет ан, и от э или такого ан у меня идет ан. И смотрим теперь на примерах этих колоночек. Я вас попрошу их читать по очереди, объясняя мне, когда какой звук, что я имею ввиду, ну вот я просто два первых прочту. Огл от а, огл от о. Вы должны четко понимать, от чего идет, вот тогда вам будет проще. И маленькая байка на случай того, ну, чтобы вы понимали, для чего нам безумно важно знать носовые звуки, потому что разные слова. Я два раза сталкивалась с этим, не так давно, значит, первый раз моя ученица мне с блеском в глазах рассказывала, как встречалась с продюктор дюйвон. Я говорю, скел? Ба, ли продюктор дюйвон dans la région, c'était супер. Я говорю, мельница, что ты ездила на мельнице? Она говорит, да нет, ну, вон. Ну, только вон, это ветер, а вон, это вино. Вот, поэтому производитель ветра я не очень была. А второй был момент, это уже был со мной, это мой личный был прокол, я все время забываю, как будто пластырь по-французски. И, наконец, когда я это запомнила, для меня это уже был просто вообще прогресс, я не понятия не имею, как он пишется. Понятия не имею. Настолько это слово на слуху, ты его не читаешь никак, ты просто говоришь, если у тебя эта штука заклеите, ногу, вот-вот, да. Или я слушаю, па, смо, па, смо. Я не знаю, как пишется, и поэтому говорю, что в голову приходит. Подхожу к подружкам своему и говорю, девочки, есть у кого-нибудь па, смо, они меня смотрят, говорят, что тебе надо? Выясняется, что па, смо, па, смо, это щипок, это вот кого-нибудь ущипнуть. А па, смо, это уже пластырь, вот, это я к тем, хотя вот разница минимальна, это о том, как важно знать носовые звуки. Итак, Инна, начинайте. Первый, ну, давайте там по до слова омбра. мы начинаем уже с па, смо, начинаем, начинается с англи, да. Англи от а, а он. Еще глубже, вот он еще глубже. Англи, 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 унгли, 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 па, смо, первое э, последнее ан, па, смо, па, смо, па, смо, па, ба, а, вен, это э, и, вон, а, вон, унгли, 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 унгли. Хорошо, ну, остановимся, да? Пётр? Можно вопрос? Да. Вот глубокий, это а и о, да, вот если я смотрю по колонкам, просто у меня сейчас вообще путаница в голове, что мы тут капризные, что мы тут глубокие делаем, и просто тьма вот этих словосочетаний, и хотя бы разделить глубокие и неглубокие, то есть как бы гортанные и вот здесь, да? Гортанные это он и он, а капризные это ин и ин. То есть если от о или от а, это гортанные, да? Да, да. Вы перечитаете все, когда мой текст, он, в принципе, написан также тем же словами, что я вам объясняла, вам будет попроще. Его всегда надо перечитывать, иначе не запоминается. Так, давайте, Петр. Омбр. Омбр. Еще глубже. И поясняйте. Омбр от а. Вот не ленитесь. Омбр. О. Интерьер. Интерьер. Ты это не забывай? Интерьер. 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 Еще улыбки. Интерьер. От э. От э. Хорошо. И еще одна. Монсонж. 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 А и о. Да, а и о. Хорошо. Татьяна. Атенсьон. Только атенсьон, это не то. Интенсьон. 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 Стоп, только и глубже, и значит, и еще глубже он в конце. Значит, он прямо Интенсьон. 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 Там получается от А. Ну, не от А. Сочетание А, Н. Это Ё. Нет, первое это И. Ин это И. Э. Э. Потом глубокое, и два глубоких. От О. От А. От А. Интенсьон. У вас получается Э, А, О. Такое гадкое слово, да. Интенсьон. Так, второе не лучше. Да, я вижу. Давайте я вам произнесу один раз, только ни в коем случае мы не говорим. Тьфу. Раз, раз, раз. Не говорим мы Н. Контемпорен. Контемпорен. Ни Н, ни М, ни в коем случае. Давайте. Контемпорен. Да. И давайте пояснять. От глубокого О. От глубокого А. Снова О. Нет, там нет на салонах. И последнее от А. От Э. И Н это Э. И Н это Э. Так, дальше. Три англ. Три англ. Да, только сливаем. Три англ. Три англ. А Н это у нас от А. Вандрадий. И Н это у нас от О. Нет, А тоже. Вандрадий. Можно вопрос по предыдущему? По три англ. Мне показалось, сказали от А. Да. Три англ. А ведь И, А, Н это будет... А, нет, это А, И, Н. Нет. А, Н. Это как Бьен. Это Бьен, это только Э, Н. Только Э, Н. А, Н сюда не относится. Нет, А, Н стоять. А, все, окей. А, Три англ. Все правильно сказал, да. Вандрадий. Окей, последний? Парфон. Нет, до этого, который? А, Кранта. Кранта. Это почему? Крант. 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 Еще больше улыбки. Крант. 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 Нормально, что сейчас путаетесь. Алена. Парфон. Моя любимая. Парфон. Парфон. От глубокого О. Тронт. Значит, если от глубокого, так скажите глубокий. Тронт. 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 О. Тен. О. Тен. Нет, нет, вот сейчас очень хорошо первый раз прозвучало. О. 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 Нет, вот сейчас хуже. А первый раз прям супер, вы еще зря поправились. О. О. Да, 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 да. О. 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 От E. Три. 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 Глубокое О. Да, только еще лучше. Три. 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 Бронзе. Глубокое О. Угу. Принс. Глубокое А. Угу. Э-вен-сэ. От E. От Э. Э-вен-сэ. От Э. Э-вен-сэ. Угу. Хорошо. Отлично. Да, Наталья, давайте. Фран-глубокое А. Фран-ма-сон. Фран-ма-сон. Глубже А. Фран-ма-сон. Глубокое А и глубокое О. Да. Фран-ма-сон. 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 Глубокое А. И концерт. Фран- опир-мон. Потер-мон. Очень часто окончание, что сьём, всякие там дискуссион, что вот эти мон, они у вас должны быть очень глубокие. Это вот общая ошибка всех русскоговорящих, то, что мы на мон делаем и на сьём. А на сьём и мон глубже, да, вот. Вот, давайте следующее, хорошо. Можно вопрос? Я просто пропадала чуть-чуть. По поводу первого вот этого аннежман, да, там ан носовой? А почему после «перед двумя» «Н»? Должно же ведь было «Ан». Ну, перед двумя, согласен, перед двумя «Н» нет. Или я путаю? Это приставка. Да, действительно приставка. И поэтому здесь из-за этого здесь будет, с собой будет. А, окей. Спасибо. Петра, а у филолог? Да я люблю во французском вот эти все грамматические, такие этимологические штуки. Это да. Прошу прощения. Нет, это хорошо. Это наоборот, это очень здорово, что вы можете ответить. Я наоборот только за. Хорошо, когда вы стараетесь изучать язык вот как, ну, разбирая его по косточкам. Это правильно? Это правильно? Чтобы вы понимаете объяснение. Аннежмон, да. Так, я забыла. Наталья меня читает. Да, так, я не читаю. Информа-сьём. Сьём, да, ещё глубже сьём. Информа-сьём. Информа-сьём. Хорошо. Хорошо. А, от L, от E. E, четвёртый тип, и Yon, от O. Хорошо. Фронталь, от глубокое O. А-ме-ри-ка. Тут только в конце четвёртый тип I. И, да, от I. Верите, от E, да. Окей, Анна. Историен, от E. Ага, а что случилось с Рэ? Историен. Историен. Вообще одинаково. Звучит одинаково. Переводится, конечно, по-разному. Один яхт, другой чернила. Да, чернила, да. Да, но... Понятно. Меланже от A. Ну, замечательно. У меня осталось три слова. Ну, ладно, песня. Хорошо. Теперь смотрим на мою самую любимую фразу, которая показывает все четыре насобых звука. Так, давайте, Инна, попробуйте мою красивую фразу про белое вино. Инна, вот здесь. Ин, да. Ин бон вар блан. Только ин немножко по капризне. Ин бон вар блан. Ин бон вар блан. Да, и про пинтро тоже. Ин бон вар блан. Брян, брян. Брян. Ага, хорошо. Я пытаюсь Э сказать, и у меня оно, видимо, куда-то в О уходит. Постоянно этот звук мне, конечно, его тренировать, тренировать, потому что остальные понятно, а этот прям... Говорить его не от Э, говорить его от А. И он может вообще приближаться к А, брян. Хотя, не, брян тоже не скажет. Брян, брян. Вот я в мясо, мне понравилось вот этот вот аналог. Мне понравилась капризность. Капризность тоже хорошо. Вот капризность про вообще вот. Ну, как кому удобнее? Алена. Ин бон вар блан. Так, вот сейчас я слышала два звука, должна была слышать четыре. Ин. 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 Ин бон вар блан. Блан, хорошо. И про пинтро? Ин бон пинтро бран. Бран. Хорошо. Так, так, так. Наталья. Хорошо, я слышу хорошо разницу. Просто хочешь сделать ее просто более гладкой потом, да? Ну, это в процессе придет. Но разница хорошая. Ин бон вар блан, ин бон пинтро бран. Татьяна. Бран. 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 Ага. Окей. Татьяна. Ин бон. Ван блан. Ван. Еще улыбки на блан. Ван. Блан. Правильно же, блан? Это получается у нас ау глубоко. Да. Блан. 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 Ин бон. Бран. Пинт. Пинт. Бран. Бран. Ага. Хорошо, хорошо. Мне нравятся ваши звуки. Не надо просто еще поставить, но мне нравятся. Ну, и великолепный текст. И меня еще. Ой, пардон. Ин бон вар блан. Ин бон пинтро бран. 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 Хорошо, хорошо. Вы меня просто опять переключевали в маленький кружочек. Я не знаю, что делать в Москве. Причем, когда эти видео он нас дает, вообще по-другому вас располагает. В общем, он меня тут тоже билет. Я себя вообще не вижу. Окей. И замечательный текст. Il n'a pas honte de nous raconter toutes ces conneries de ses aventures. Apparemment, il a vendu son vin blanc. И, en le vendant, il s'en est rendu compte. Un américain est venu lui rendre la monnaie, mais rien ne l'intéresse plus. Il devient un homme bien. Такой набор слов просто дикий. Но зато смотрите, какие хорошие звуки. Я читаю медленно и делаю комментарии. Il n'a pas honte de nous raconter toutes ces conneries de ses aventures. Conneries, поскольку это как раз корень, никаких приставок, ничего нет, никакого носового нет. Conneries. Ну, слово, конечно, грубовато. Я хотела написать bêtise, но bêtise не было sans звука. Ну, и не было ничего интересного. Donc, c'est aventure. Aventure. Помню про vent. Apparemment, il a vendu son vin blanc. Et en le vendant, вот этот, et en le vendant, все вот эти маленькие слова. Il s'en est rendu compte. S'en est rendu compte. Обратите внимание, что я здесь сказала n. И действительно, когда у вас после вашего носового звука идет гласное, вы имеете право сказать эту n. Il s'en est rendu compte. Где, где, где я сказала? Посмотрите, в серединке. Il s'en est rendu compte. Я не сказала il s'en est rendu compte. Я делала связку. Чтобы эту связку сделать, я вынуждена произнести n. Il s'en est rendu compte. Настя, а нет исключений вот в этих связках, как, например, ну, когда с буквой s на конце, или там t на конце, например, e, e, там, и, ну, как его, частица i, ее нельзя связать со следующим словом. Частица i, да, просто вообще ни с кем принципиально не связывается. А вот здесь вот если en, то есть какие-то исключения или можно всегда связывать? Он всегда связывается. Он связывается спокойно. Еще с этими носовыми звуками, там один из этих носовых звуков при связке исчезает, по-моему, который e, по-моему, который e носовой, он должен исчезать. На самом деле, по-хорошему, по-хорошему, никто исчезать не должен, но на деле исчезают все, при связке исчезают все. Когда вы говорите мой друг, вы говорите monami, не говорите monami, хотя должны бы сказать monami. Если вы говорите быстро, вы скажете monami. Вот сейчас у вас здесь будет артикль. Un-american, вы скажете un-american, вы скажете un-american, un-american, pardon, un-american. То есть, по сути, они все как бы слегка исчезают. Но я вам искренне советую, когда вы читаете медленно, приучайтесь все-таки их стараться говорить. И только потом они уже пусть у вас исчезнут. Но исчезнут не окончательно, чтобы он не стал un-american. Вот он риск, что вы и как читать начнете, да, он должен остаться un-american. То есть, ваш рот все равно должен уйти на носовой звук. Un-american. Да, я не говорю un-american, нет. Un-american. Так, окей, américain est venu lui rendre la monnaie, mais rien ne l'intéresse plus. Il devient un homme bien. Да, кстати, вы знаете, да, что при людей нельзя бум говорить, поэтому здесь bien стоит на речи, потому что... Ну ладно, я уже ухожу с фонетики. Потому что я долго не понимала, почему пишут «Сать-все quelqu'un du bien» вместо того, чтобы сказать «Сать-все quelqu'un du boom». Вот, ну. Окей. Анна, давайте. Я думаю. Анна. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Тетяна? 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Митинг, в смысле встреча с предпринимателем. А, ты знаешь, это, потому что во Франции сплошные играют. На работе тоже говорят митинг. У нас митинг, то есть у нас встреча. Ну да, да, да. Я просто прыгала ван-деву, да, мне говорят ван-деву. Вместо, поэтому, да. Окей, хорошо, без проблем. Всё, тогда до завтра. До завтра. До свидания.